Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 646. События дня. Иеремия, 15 глава, 6 стих. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простру на Тебя руку мою и погублю Тебя. Я устал миловать. За 19 сентября 2017 года. Рустам Гусейнов. Почему у меня случается, когда я ношу крест и хожу в храм, я меньше занимаюсь чтением Библии и делаю себе послабление. То есть я не могу жить писанием. А когда снимаю крест и считаю Библию, тогда я более внимателен к себе и считаю Библию больше. Хочу золотую середину. Игнат Тихонович, помогите решить вопрос. Прошу вас. Библия для меня как воздух. Я одинок и хочу расти с Богом. Считаю Библию и ходя в храм православный. Заранее благодарен. Мир вам. Люблю вас. Христианской любовью. Отвечаю. Допустивший единожды эту мысль, вы теперь мучаетесь этой гнилой занозой. И таких заноз сам сатана уже заготовил столько же, сколько вещей и костей на вас. Просто не дурите себе голову, носите крест и молитесь. И живите по Слову Божию, то есть по Святой Библии. Ну, события дня. Идут дожди. Постоянно. Только проглянет солнышко и опять. Но вчера был последний день пребывания у нас в Потеряевке. С Украины гости. Сергея Егоровича Игнатова. Мы были на четырех прудах, на которых он не был. Показать. А он все знает. Все ролики смотрел. Блин, где место молимся мы. На костре, где костер у нас. Где колодец наш тогда был. И два раза на двух прудах. Потому что прорубались. Когда увидели, я упал, провалился в огромную нору. Бобровую он видит. У меня одна голова, говорит, торчит. Ну и в траве. Ну и сходили. И дальше все показано будет в роликах. Кое-что запись сделали. Простились. А вчера тут одна тёлка гулялась. Ну, то есть, течковала. То есть, хотела быка. Ну и быки за ней все увязали с семеро. И одна тёлка четырёх бычков-дурачков увела почти за шесть километров в корченского стада. И как там ловили, ездили в два часа дня. Батюшка ездил на машине. И их там пришло своё там начальство. И, наконец, кое-как их и выгнали, и пригнали домой. Это событие. Такого не было. Тоже засняли. Потом будете смотреть, как всё здесь есть. И вот урожай вырос. Убрать нельзя. Дожди идут. И только в конце, где-то там, с сентября, проявляются три дня. Один день просушит, а два дня, ну что, с десять до десяти пока просыхает роса. А вечером уже с семь часов вечера выпадает роса. Убирать нет времени. Не даёт природы Господь. Почему? Неужели так всегда было? Ну и я ещё не видел сегодня, двадцатое число, что Сергей уехать должен был на Карасук, Кулунда. И там пересадку где-то в Омске делает. К сыну едет в Магнитогорск. Потом он расскажет всё подробно. И хотел даже ролик тут записать. Записал? Нет, не знаю. Показать наши ресурсы. Вот первое. Это мой мир. Мне очень нравится эта система большая. Вот я в шапке здесь мужа писать. Ответ. Изображение креста. А андаторы бобры уже два ролика сюда перенесли. Перенесла система. Ну и дальше у нас есть ленточный православный форум. Вот он перед вами. 1600 тем. Очень-очень богатый. Тут вот справа, под бордовой линией, общий поиск. Вот в него заряжайте, что нужно. Если писать хотите, ну сначала зарегистрироваться. А если зашли, всегда нажимаете, вот здесь вот новое сообщение под этой линией. и выйдите на первую страницу. Она не первая тут. Свежая. И канал. Православный канал. Очень большой. Вот я поставил. Сегодня 10 роликов. Вот. А андаторы, как и бобры, уничтожают плотины. Вот. Дальше я говорю проповедь. Иоанна 12.48. Ну и тут другие темы. И во свете Библии православный библейский сайт. Очень большой. Очень. 4124 ответа. Вот. Сейчас беру из темы война и по одному вопросу выношу на чтение. Вопрос 2891. 14-м открытым оком. 19-й век был русским Ренессансом. Рассвет всех искусств мирового значения. Это было благословение Божие. 20-й век весь залит кровью. Две мировые войны и гражданская мясорубка. Как объяснить такой контраст? Каков ваш прогноз на 21-й век? А там еще в 20-м веке задавали, когда я вел занятия в университетах в пяти. Вел три программы радио. Ответ. Что имеете в виду конкретно? Художников и писателей? Но много ли там того, что служило к прославлению Творца? Только увы. Так что Божьего там было весьма мало и весьма сомнительное было творчество умных людей. Может быть самыми значительными событиями были отмена крепостничества в 1861 году и перевод Библии на русский язык в 1876 году. Перевод на русский язык творений святых отцов, труды Серафима, Саровского, Феофана, Затворника, Лопухина, Ца Григория, Диченко. Были войны на Балканах, Севастополе, Чечня. Никакого большого контраста я не вижу между этими веками. Войны были всегда и были подвижники всегда. Ни один век не дал столько мучеников за Христа, как 20-й век, а с позиции вечности все остальное ничего и не значит. События не прогнозирую, я не пророк, а проповедник, цитирую Библию в русском переводе и больше почти ничего не делаю. Но мы уже весьма близко к приходу Антихриста. Это видно по глобализации, по ННН, по новым грядущим паспортам, по законам о толерантности и экстремизме, об искусственном соединении в борьбе с терроризмом, насаждаемым государственными же структурами. Матфея 24, 33. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Эклисиаста 7, 10. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Филиппийцам, 1, 10. Что, упознав лучшее, вы были чисты и непреткновенные в день Христов. Умение хранить, не занимать, чего-то стоит, чтоб не лезть в долги. Врасплох не заморозит нас зима, к ней подготовиться заранее смогли. Здоровые от родителей в аванс с трудом усердным мускулы крепчали. На поприще земном испытывают нас, доколе к пирсу вечности причалим. Уметь хранить счастливые моменты в них с детства, в детстве, маячил славный день. Так ласкою родительской согреты, уютность помнится от их родных колен. Припомнятся экзамены не раз, с молитвой вытащил я первый свой билет. Скажу без похвальбы и без прикрас, почувствовал себя с пятеркой, как атлет. Я помню книгу в черном переплете, открыл новый завет и проглотил страницы. Все, как вчера, вдруг обожжет, как плеткой. И от ожога нет нужды храниться. Несчастливые нежности Христа, повторенные в разных вариантах, люблю, вычитывая дневники, листать, благословения припомнить, так приятно. Знал наизусть библейские стихи, со всех сторон прикрылся ими плотно, в печь на растопку. Кипы книг плохих не для души писали и для плоти. Нас верность сохраняет от разлук, от одиночества общения с родными. Тепло объятий, рук сомкнутых круг, и на ветру с такими не остынем. Хранитель ангел, сохрани от бед, мытарство принадлежат этап последний. Успеть построчно свой куплет пропеть и не забыть в чертоге ждут одетым 4 декабря 2005 года. По милости Божией считаю на сегодня все.